Еще больше видеороликов по серии GTA ты найдешь на канале Алекса, на котором вы узнаете новые факты о серии, увидите интересные эксперименты, а также сможете лицезреть увлекательные стримы, на которых автор общается со своей аудиторией. Ссылка находится в описании. Капитан Прайс Собственно, давайте начинать. Итак, сразу начнем с какой-нибудь рептилоидной тематики для любителей РЕН-ТВ. Вы сейчас будете удивлены. Итак, большинство геймеров утверждает то, что Капитаны Прайсы одинаковые. Да, кстати, такое действительно есть. Очень многие утверждают, что Капитан Прайс со Второй Мировой Войны из серии Modern Warfare это один и тот же Капитан. На самом деле, вначале я рассказал то, что он просто является своеобразным эталоном в этих сериях. Естественно, ничего общего у них нет. Сейчас я разрушу просто перед вами целую стену. Так вот, знали вы или нет, но в самой первой Call of Duty Капитан Прайс умирает. И сейчас я расскажу вам еще больший секрет. Первая и вторая Call of Duty, естественно, с United Offensive вместе, они связаны с собой сюжетно. Первая и вторая являются, скажем так, одним сюжетом. То есть, сначала действие происходит во второй Call of Duty, затем они переносятся в первую, и затем снова добиваются во второй и опять переносятся в первую. Я сейчас говорю именно про сцены с Капитаном Прайсом. Например, я вам могу сказать то, что во второй Call of Duty мы начинаем знакомиться с Капитаном Прайсом уже в 42-м году, когда играем за Джона Дэвиса. И выполняем несколько рейдовых операций. Далее мы переходим в 43-й год, где опять же находимся под командованием Капитана Прайса. Кстати, самое интересное то, что во второй Call of Duty в большинстве миссий Капитан Прайс вооружен винтовкой Ли Энфилд. Однако в первой Call of Duty разработчики прописали ему гораздо больше оружий. Это довольно странно. Естественно, после 43-го года мы с вами переносимся в первую колду. И да, там присутствовал Капитан Прайс, абсолютно идентичный. И вот что самое интересное, что он, что его преемник в Modern Warfare, оба находились в специальной авиационной службе. Но в первой колде, конечно, Прайс не сразу туда попал. Изначально во второй он находился просто в 7-й бронетанковой дивизии, если я не ошибаюсь. Так вот, потом действие переносится в Call of Duty 1, уже после второй колды 43-го года. И Капитана Прайса нужно освободить из плена, насколько я помню. Это было первое задание, первая встреча с ним. Попута мы делаем еще несколько рейдовых операций. Далее мы направляемся в Тобрук, как указано в источнике. И снова завершаем задание в Тунисе. Далее нас ждет финал второй колды, где в конце с МакГрегором он говорит, здесь мы выполнили свою работу. И что-то вроде, но это еще не все. И вот далее сюжетная линия как раз таки переносится в Call of Duty 1. Пегас, Дамба и линкор Тирпиц. Так вот, расскажу вам небольшую информацию. На линкоре Тирпиц Капитан Прайс умирает в первой колде. Это, кстати, по-моему, был первый зафиксированный случай вообще в серии Call of Duty, когда умирает какой-нибудь второстепенный персонаж. Да, Капитан Прайс должен был провести рейдовую операцию на корабле Тирпиц, на немецком корабле, с Эвансом. Соответственно, Эванс это был главный герой Call of Duty 1, держу в курсе, Джек Эванс, в компании за британцев. Так вот, так получилось, что Прайс рассекретил их довольно рано, так как документы нужно было обработать нацистам, и, естественно, Прайс открыл стрельбу. И так получилось, что пока Эванс бегал в оружейную, Прайс их задерживал. Но так получилось, что потом его тело просто находим на полу, и Капитана Прайса больше нет в живых. Соответственно, это рушит полностью теорию о том, что Капитан Прайс во времена Второй мировой войны в серии Modern Warfare это один и тот же человек. Я, конечно, понимаю, что это звучит как шутка, но, поверьте мне, большинство действительно так утверждает. Так что вот то самое разрушение стены, о котором я говорил. В большинстве источников указано то, что Капитан Прайс в серии Modern Warfare является, скорее всего, внуком того самого Прайса. Но посудите, они оба находились в специальной авиационной службе, оба под знаменами Британии, естественно, воевали, и, опять же, внешность у них также схожа. Но Капитан Прайс обычный эталон. Без него Call of Duty такими шикарными не были бы. Запоминающийся и интересный персонаж. Особенно мне нравится, например, российская локализация Капитана Прайса в Modern Warfare 1 и Modern Warfare 3, потому что во второй части его озвучивал другой актер дубляжа. Еще могу выделить небольшую особенность между этими двумя Капитанами, то что у них присутствует одно и то же звание. Например, в Call of Duty 1 и в Call of Duty 2 мы постоянно видели его как Капитана Прайса. Однако же в Modern Warfare, в первой именно части, нам показали то, что Капитан не сразу же стал воевать с таким званием. Естественно, вместе в Припяти он был лейтенантом. Но если подумать с логической точки зрения в плане командования этих обоих Капитанов Прайсов, то тут будет небольшая, ну, совсем небольшая крохотная несостыковочка. Дело в том, что в Call of Duty 2, например, Капитану Прайсу подчинялись рядовые капралы, сержанты, это все понятно. Но самое интересное то, что большую часть времени Капитан Прайс в первых Call of Duty, по крайней мере во второй, ладно, буду говорить во второй, общался именно с рядовым Макгрегором, хотя по званию он был вообще самый первый, но воевал он, конечно, круто. Самый крутой ирландец, наверное, в начальных Call of Duty. Но постоянно в подчинении у него находился сержант. Заметьте, например, Джек Эванс, если я не ошибаюсь, он был в звании сержанта. Могу, конечно, ошибаться. Не очень хорошо помню первую колду. Но вот во второй прекрасно помню, что у Джона Дэвиса было звание сержанта. Что же у нас происходит в Modern Warfare? Но толком мы званий не знаем. Вроде как в Соуп МакТавиш есть звание сержанта. Есть Гас, который вообще является лейтенантом. То есть это первый момент в серии, когда капитану Прайсу подчиняется целый лейтенант. Не помню, еще раз говорю, было ли такое в первой Call of Duty, но вот во второй я точно помню, что такого не было. И вот вам, кстати, еще одна забавная информация. В первой Call of Duty, как я уже рассказывал, капитан Прайс попадал дважды в плен. И вот что самое интересное. В обоих случаях он был спасен именно американскими войсками. Это довольно странно, ведь Прайс вроде как британец. За ним должны были послать свое подкрепление. Ну да ладно, на самом деле это не меняет суть. И еще есть кое-что. Во время того, когда мы проходим миссию на авианосцев Тирпица, мы видим всего лишь единственное ранение капитана Прайса. Он слегка хромает на одну ногу. Вот это действительно интересно, что с 42 по 40... По практически 45 год капитан Прайс не получал довольно серьезных ранений. Согласитесь, это довольно круто было. Но если, например, вспомнить Modern Warfare, то капитан Прайс вообще не получал никаких ранений за все время. Разве что в Modern Warfare 1, вот эта финальная сцена, когда он бросает пистолет в Соупу. Ну да, это выглядело на самом деле классно и круто. Но по идее это было единственное ранение за все три части. И согласитесь, это было реально круто. Теперь назревает следующий вопрос. Увидим ли мы с вами капитана Прайса в новой части Call of Duty? Сейчас абсолютно весь YouTube просто сходит с ума о том, что следующая колда будет именно Modern Warfare 4. Я, если честно, в этом не уверен, потому что у меня есть свой сюжет Modern Warfare 4, который я все обещаю высказать, да никак до этого руки не доходят. Но капитан Прайс там бы присутствовал, например, и мне было бы интересно. Не знаю, может быть, конечно, странно, но я хотел бы его увидеть в следующей части. Еще есть одна особенность, которую я буквально перед финалом этого видеоролика для себя выделил. Вы заметили то, что оба капитана Прайса хорошо знают другие языки, несмотря на то, что они британцы? Например, в первой Call of Duty мы знаем, что капитан Прайс хорошо знает немецкий язык. Это видно как раз-таки по миссии на авианосце Тирпец, когда он разговаривает с немцами. Там же Прайс и Эванс, по идее, переодеваются в немецких офицеров. И их как раз на лодке, если я не ошибаюсь, подвозит Уотерс. Так вот, в Call of Duty 4 капитан Прайс тоже знает один иностранный язык для него. Это русский, потому что в третьем акте, когда действие происходит уже в Алтае, да, по-моему, на Алтае, в Алтайском крае, там как раз-таки все, абсолютно все тревоги были произнесены именно на русском языке. И там даже присутствует один момент в Modern Warfare 1, когда Гасс спрашивает капитана Прайса, о чем они только что сказали, сэр. То есть Гасс, естественно, этого не понимает. Все переводит капитан Прайс. Знаете, по-моему, сходство уже явное. То есть разработчики все-таки поставили какой-то небольшой, совсем небольшой скрытый смысл в этих двух персонажей. Немного связали их, но об этом нам остается только гадать. Потому что, по крайней мере, когда я искал информацию к этому видеоролику, я не нашел никакой инфы по поводу роства этих персонажей. По-моему, они действительно служат просто как переходами между одной Call of Duty к другой. И довольно классно осознавать то, что, например, в Call of Duty Ghost, который я не особо люблю, в мультиплеере когда-то добавили дополнение, которое позволяет вам в мультиплеере играть за капитана Прайса. Это выглядит круто, но все-таки не для той колды, я бы сказал. Это было сделано. Вот такой у нас сегодня получился видеоролик с краткой историей капитана Прайса со Второй мировой войны. Я думаю, историю Прайса из Modern Warfare вы все прекрасно знаете, не раз уже об этом говорили. Так что, скорее всего, капитаны Прайса связаны, по крайней мере, по игровой теории. Они друг другу родственники, скорее всего, нынешний он просто внук того, который воевал во времена Второй мировой войны. А тот самый дедок, к сожалению, помер на линкоре в 44-м году. И, в принципе, все. А если смотреть с технической точки зрения, то да, это просто эталонный персонаж, который изначально присутствовал в одной Call of Duty, а затем его решили пропихнуть и в другую. Ну, в общем-то, все. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. С вами был Спектр. Капитан Прайс один из лучших персонажей вообще в серии Call of Duty. Я рад, что его вернули когда-то в серию Modern Warfare и для него подготовили такой прекраснейший финал. Оцените положительно этот видеоролик, если он вам понравился. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok